Сегодня состоялась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Вопросы главе государства смогли задать представители более 500 региональных и федеральных СМИ. Прозвучал вопрос и от представителя Дагестана. Директор Республиканского информационного агентства Магомед Магомедов попросил главу государства вмешаться в проблему с ресурсоснабжающими компаниями в регионе. Магомедов в частности обратил внимание на то, что большинство этих организаций частны и влияние местных властей на них ограничено. Республику сегодня сотрясает некий такой энергетический кризис. При этом он практически во всем. Водоснабжении, электроснабжении и газоснабжении. Проблемы эти накапливались десятилетиями. Это не проблема сегодняшнего дня. Но есть понимание ваше, мы это видим. Есть понимание главы республики, федерального собрания. Но при этом проблема не решается, так как она связана в большинстве своем от коммерческих структур, реализующих свою работу в республике. Владимир Владимирович, нам нужно ваше содействие. В 1999 году Дагестан был важной частью истории России, новейшей истории России. Сыграл не последнюю роль. Сегодня, наверное, жителям республики как никогда нужно ваше влияние, чтобы представители тех или иных энерготранспортных, в первую очередь, структур, которые находятся под управлением Россетей, Газпрома, Росгидро где-то, чтобы они уделили внимание и начали не только собирать какие-то дивиденды в республике, а и вкладываться в эту инфраструктуру, чтобы люди сегодня имели возможность иметь достойную, качественную жизнь в республике. Еще раз приглашаю вас в республику Дагестан на юбилейный год Расула Гамзатова. Мы знаем, как вы относитесь к Дагестану, и вы знаете, как Дагестан любит вас. Спасибо. Да, секундочку, Магомед. Мне бы все-таки хотелось поточнее понять, в чем сейчас конкретно проблемы, связанные с энергетикой, заключаются. Я вам скажу так, Владимир Владимирович. Дело в том, что энерготранспортные системы в республике, они очень сильно изношены, либо не могут выполнять вот ту функциональную нагрузку, которая сегодня необходима. В связи с этим есть, конечно, проекты, которые в регионе реализуются руководством региона, но руководство региона тоже не может справиться с этим, потому что на уровне жителей кажется, что нет понимания тех коммерческих организаций, которые представлены вот в республике. От них больше зависит, от них зависит, как работает вот эта система. А вертикаль, она такова, что они управляются где-то вот из федерального центра, а не из республики. И механизмов влияния на месте нет. Вот такая проблема. Какие это компании? Скажите. Электричество, электроснабжение. Это какие? Сетевые компании? Сетевые компании, да. Россети? Россети? Ну, наверное, подведы Россети. Я не готов вот точно ответить. Ну, да, хорошо, я разберусь. Что еще? Потом водоснабжающие компании. Водоснабжающие? Водоснабжающие, да. Какие-то находятся в руках коммерческих там компаний российских. Тоже, наверное, имеют отношение и круз, гидро. И достаточно большая проблема с транспортировкой газа в селы. Спасибо. Да. Я обещаю вам, я, конечно, этим позанимаюсь. Россети, наверное, там есть какие-то подразделения Россети. Что касается водоснабжения, это надо посмотреть, как руководство республики это организовало. Это является, значит, водоснабжение и сети, водоснабжение и водоотведение. Они на республиканском балансе, либо переданы в управление каким-то коммерческим структурам. С этим просто нужно разобраться. То же самое, ну, Росгидро, Росгидро надо посмотреть. Я сейчас не могу ответить по каждому из этих вопросов, но точно совершенно, ну, представляю, чем там может идти речь. Мы поразбираемся. Хорошо? Спасибо, Владимир Владимирович. Да. Но хочу передать, попросить вас передать самые лучшие пожелания с приближающимся Новым годом, потому что, действительно, Дагестану у меня особое отношение. Но, собственно говоря, значит, работа в Дагестане сейчас, видите, является известным карьерным трамплином для руководства республики. Владимир Абдулевич стал руководителем фракции Единой России в Государственной Думе.